Обращение на правком. Мы были немножко по-другой ситуации, но поскольку рассматривался вопрос вашего обращения, мы присутствовали на этом заседании правкома. Детально изучив, в том числе приказ, который сегодня ездил руководством, то есть тот письменный запрос, который мы обязательно подготовим и направим. А сейчас Николай Анатольевич, наверное, в двух словах расскажет о некоторых юридических моментах этого приказа, ну и расскажет ту ситуацию с этим приказом, который на данный момент есть. Поэтому я эти слова предоставлю. Я непосредственно отвечаю, являясь участником рассмотрения вашего обращения коллективного, которое мне было адресовано, я приходил на предприятие, все же, что я это встречал. На сегодняшний момент предоставлено пока, по нашему обращению, два документа. Это тот приказ и решение профсоюзного комитета. Встретиться с руководством или с одним из представителей директоров по направлениям я должен сегодня либо завтра, в том числе по этому вопросу. Говорить профсоюзная позиция, она здесь однозначно, что таким способом и таким путем, которое это было допущено, в принципе, это неприемлемо, поскольку такое количество человек. Да, мы переживали в судостоянии достаточно большие проблемы, но в большинстве случаев решалось это по-другому, но не таким способом, который сейчас используется. Поэтому я хотел бы вам сказать, что я отрабатываю ваше обращение на предмет правовой стороны и соблюдение процедуры сокращения, скажем так, и права работодателя на сокращение него там есть, но мы решаем вопрос о правовой стороне, как это должно быть, как это может быть и какие будут у вас гарантии и последствия в этом предместе. Конечно, стоит главный вопрос, это причины, поскольку на сегодняшний день мне известно, что работодателям профсоюзный комитет не предоставлены финансово-экономические обоснования как кодопринятия такого решения. Это точно нам известно. Своей стороны профсоюзный комитет обратился к работодателю в соответствии с этими статьями о предоставлении такой информации, то есть уже инициировал эту работу сам профсоюзный комитет по финансово-экономическим причинам для того, чтобы, получив это обоснование, вы знаете, что законом о профсоюзах предусмотрена полномочия профсоюзных комитетов, организаций после такой получения информации. Для чего она предоставляется? Для того, чтобы стороны работодателей профсоюз, с участием, естественно, представителей трудового коллектива, которых это касается, могли, ну, по крайней мере, могли, это должно, это исходит всегда от профсоюзного комитета, решили вопросы о минимизации этих последствий, если и речь идет о сокращении, то небольшого количества людей, о минимизации последствий для сокращаемых людей и так далее, либо отсрочки сокращения. То есть, эти все вопросы вот должны и решаться, а не приниматься вот такие вот, ну, по всей вероятности, не совсем обдуманные как бы решения. Вот сейчас эта процедура должна находиться в стадии вот этого согласования. То есть, имеется в виду консультации, согласования в плане там о строчке. Как на сегодня, это как должно быть? Какое имеет место это сейчас на предприятии? Я надеюсь, что на этой неделе я смогу подготовить вам письменный ответ в порядке общественного контроля, который будет проведен общественным, ну, профсоюзным, обкомом профсоюза. И там отразить вот эти возможные моменты. Поэтому я учитываю, что буду, возможно, это станет полезным для комиссии. Вот, поэтому у меня есть контактные телефоны ваших представителей, которые там давали, подавали обращение. Но, учитывая, что я, может, буду завтра, может, буду и послезавтра на предприятии в зависимости от ситуации, я бы хотел, чтобы у меня была возможность общаться непосредственно с теми людьми, которые находятся на предприятии, какие-то там, ну, представители групп. То есть, чтобы я не звонил, если кто-то, чтобы, если я с директором встретился, либо с заместителем, я в этот же день мог пообщаться с представителями. У меня ваш телефон есть, я могу созвониться для того, чтобы сразу, потому что вопросы самой процедуры, это одни. Это, скажем так, главная сейчас проблема, это причина, все остальное, все предусмотрено. Опять там есть, у меня есть уже определенные вопросы по содержанию данного приказа, это могу точно сказать. Насколько они предоставят свои, так сказать, объяснения этому всему, ну, я вам об этом, естественно, уведом. Но проблема стоит, действительно, в тех гарантиях, которые будут для людей, которых так или иначе коснется. Потому что ни одно предприятие на моей практике не давало никаких письменных гарантий по трудоустройству, и тем более их не выполняли. Даже если такие гарантии были, они не выполнялись. Поэтому вопрос о переводе в людей, это достаточно большая проблема. А для людей это, честно говоря, большая неизвестность. Наверное, если я скажу правильно, это, ну, скажем так, это не... на них уже не будет распространяться те социальные гарантии, они не будут пользоваться теми правами, которые однозначно получают. Это, я говорю на тех условиях, которые сегодня известны, то, что никаких гарантий...